Искусство анимации Искусство анимации — это в первую очередь искусство движения, конечно же. И само по себе слово «анима», вот этот латинский корень, он и означает «душа». То есть, кто такой человек, работающий в анимации? Это одушевитель. Другое дело, что художник-аниматор — это только одна, ну, наверное, из 40 профессий, которые в нашей отрасли на сегодняшний день существуют. И с каждым новым витком эволюции количество профессий только растет. Вот появилась компьютерная графика, вы думаете, что жить стало легче, и вот все говорят, вот, теперь компьютер снимает мультфильм за людей. Ничего подобного. Компьютер забрал на себя рутину, прибавилось творческих профессий. И чем же занимаются все эти люди? На самом деле они занимаются тем, что они обманывают нас, зрителей. Они создают иллюзию. И вот вы видите, здесь есть такой экспонат «Тень лошади». Но посмотрите, из чего эта тень сделана. Это какие-то непонятные детали из фанеры, а нам кажется, что эта лошадь бежит. Мы сами себя обманываем, потому что начинает работать наша зрительская фантазия. А задача аниматоров только пробудить вот эти механизмы в нашем мозгу и включить нашу собственную фантазию. Так что каждый зритель, он тоже чуть-чуть савтор фильма. И что зрителю видит в фильме, это совершенно не то, что задумывали зачастую авторы. Ну а мы на этой выставке можем как раз посмотреть на то, как авторы придумывают фильмы, и как они идут к будущему фильму. Потому что все начинается на бумаге, все начинается с эскизов. И в этих залах представлены артефакты, которые связаны не с тем, что вы увидите на экране, а с тем, что остается за пределами экрана. И эта экспозиция посвящена анимации 20 века. Всего российская анимация существует 110 лет, вот в этом году юбилей. 110 лет назад появился первый отечественный кукольный фильм «Прекрасный люканида» режиссера Владислава Старевича. И 20 век как раз он весь состоит из артефактов, потому что художники работали с бумагой, с целлулойдом, с куклами. 21 век — это век компьютеризации, и, в общем, компьютерную графику ее на стену-то не повесишь. Поэтому, конечно, выставка про артефакты и про 20 век, вот про, ну, наверное, первое столетие анимации в нашей стране. Вообще многие историки считают, что отсчет истории анимации нужно начинать из глубин веков. Вот с театра теней, как эта самая лошадь, а это, получается, древний Китай, древний Египет. С наскальных рисунков, потому что чем занимались наши предки? Они же не портреты рисовали, не пейзажи. Они пытались запечатлеть какие-то действия, какое-то движение, и сакральный смысл наскальной живописи — это же вот как раз передача чего-то связанного с душой, с чем-то нематериальным. И как оживают персонажи на экране, все равно это остается магией. Вот это искусство одушевления, искусство анимации — это не только про то, как рассказать историю. Это про то, как заставить неживое стать живым. Поэтому, когда будете смотреть теперь мультфильмы, то обращайте внимание на то, как персонаж живет в кадре, как он себя ведет, как он принимает решения и что он делает. Какая в этом красота, какой в этом ритм. Анимация — это не только искусство актерской игры через рисунок, это еще и практически искусство танца, работа с ритмом, работа с пластикой, работа с композицией. Вообще, в свое время теоретик, не только практик, но и теоретик кино Сергей Эйзенштейн, человек, которому мы обязаны осмыслением теории монтажа языка кино, он как раз сказал, пусть искусство будет синтезом, потому что кинематограф объединил в себе все то, что человечество наработало за столетие существования культуры. Так вот, анимация для меня — это синтез синтеза, это самое синтетическое искусство, в котором нет ничего настоящего. Вот когда вы хотите снять игровое кино, сценарист приносит вам сценарий, вы его читаете, и читая сценарий, вы более-менее понимаете, как кино будет выглядеть. Потому что вы же знаете, что кино будет сниматься в окружающей реальности, здесь действуют законы физики, на актера будет падать свет, будет живой актер, будет стоять камера, будет какая-то декорация, и в ней будет происходить какое-то действие. Все понятно. А если у вас анимация? В зависимости от того, какая будет технология, рисунок, кукла, перекладка, все будет меняться. В зависимости от стиля, от почерка художника, все будет меняться. Сценарий не дает вам ответов на эти вопросы. Как же рождаются эти истории? Это одновременно и какой-то рассказ на уровне сценария, который режиссер должен превратить в язык картинок. Это и графика, это и звук, если это звуковое кино, это работа с цветом, и это работа с технологией. Технология не панацея, технология — это всегда инструмент. Вот смотрите, анимация с первых своих, получается, экзерсисов в России начинает сразу с такого жанра, ну, басни и не басни, но, в общем, некоторые пародии. И, конечно, фильм «Старевича» — это пародия и на рыцарский роман, и на такие лирические, мелодраматические фильмы, игровые вот той эпохи начала XX века. То есть такое, в общем, кино, которое считалось, ну, несколько таким приторным, если хотите. И внезапно оно превращается в пародию, которая имеет гигантский успех. И ведь люди же, наверное, действительно думали, что устареющие роли играют жуки. Вдруг раздается гневный возглас изменнице. Так-то ты исполняешь свои клятвы, а вы, граф, вы забыли законы гостеприимства? Вы попрали ногами честь мою. Вы хотите же на бой? Мы сразимся, как подобает рыцарям. Бедная Люканида, услышав столь дневные слова, спешит убежать. А Герас и Цервус вынимают мечи. И начинается поединок. Вот здесь на выставке, конечно, представлены не те артисты, представлены местные представители жукового рода усачи и рыгачи. Но вот, собственно, вот такие жуки, их чучелки, играли роли в фильме. Это прекрасные фильмы. Старевич был абсолютным гением. Помимо того, что он заложил основу российской мультипликации сто лет назад, сто десять лет назад. Но потом Старевич эмигрировал во Францию и снял там полнометражный кукольный фильм Ренеки Лис, легенда или баллада Алисе. Это фантастическое кино, это звуковое кукольное полнометражное кино. Многие историки считают, что Старевич в принципе заложил основы кукольной мультипликации. Только беда-то в чем? Старевич был гением, он был одиночкой. Поэтому все то, что умел делать Старевич, собственно, вместе с ним ушло в мир иной. Нам остались его фильмы, но не осталось знания, как он это делал. Абсолютно непонятно, как он это делал. И вот в этот момент давайте-ка теперь обратимся к тому, в чем заслуга своего мультфильма перед истории российской анимации. Союзмульфильм стал первой кинофабрикой. То есть это было место, где мультфильмы стали делать по-научному, по конкретной технологии. Не Союзмульфильм эту технологию изобрел. Изначально, будем честны, в 20-е, в 30-е годы шел очень активный культурный обмен между советскими кинематографистами, уже Советский Союз начинается, и Голливудом. И в том числе наши предшественники ездили на студию Волта Диснея, на студию Макса Флейшера, где как раз уже был этот самый конвейер. Ну, ничего же удивительного, фордовский конвейер появляется для автомобилестроения в Америке, и вот анимационный конвейер появляется тоже там. Почему он появляется? Вот представьте себе, что такое кинематограф 20-го века. Это кинопленка. На кинопленке у вас запечатлеваются отдельными фотографиями картинки. И со скоростью 24 картинки в секунду вы смотрите фильм. Что это? Это абсолютный обман вашего зрения, потому что есть такой психологический эффект персистенция зрения. То есть то, что наш глаз как бы запоминает на некоторое время статичную картинку, если эти картинки часто менять, то наш мозг объединяет их в единое целое. Когда вы снимаете игровое кино или телевизионный репортаж, или интервью, вы не задумывайтесь, с какой скоростью работает кинокамера. Для анимации это крайне важно, потому что каждую картинку вы делаете искусственно. А что в картинке содержится? Какой-то фрагмент истории. Это то, чем занимается режиссер и сценарист. Содержится какая-то сценка с персонажами. Значит, кто-то должен придумать этих персонажей. Фоны или декорации, в которых работают персонажи. Это тоже работа отдельного художника. Персонаж должен двигаться. Вот начинается работа художника-аниматора. Персонаж обычно обрисован контуром и покрашен. Это тоже работа отдельных цехов. Вот уже набрали с вами не менее пяти операций. На самом деле на производстве их бывает для каждой сцены от пяти до двадцати, в зависимости от сложности фильма. И все эти операции один человек не может делать одинаково качественно. Существует авторское кино, обычно короткометражное, где очень часто человек сам себе является сценаристом, режиссером, художником и аниматором. Но обычно это фильмы, которые длятся минут десять. А представьте, что вам нужно сделать сериал или полный метр. Это уже работа на годы. А выработка одного аниматора, вот человек, который движение рисует, например, две секунды в сутки. Получается, что над каждым фильмом работает большой коллектив людей. И ни один из этих людей не делает все операции. Он делает какую-то одну операцию, зато лучше всех. Вот это и есть разделение труда. Вот так рождается конвейер. И по конвейеру отдельные сценки передаются из рук в руки. И художники-постановщики создают паспорта персонажей, где видны канонические модели поведения этих персонажей. Как персонаж будет реагировать в той или иной ситуации. Какие у него характерные эмоции и движения. Какая у него мимика, как он артикулирует фонемы, если это говорящий персонаж. Вот все это придумывает художник-постановщик и через картинки объясняет всем остальным, на что похожи персонажи, на кого они похожи. А режиссер с помощью других картинок, с помощью раскадровки, такой комикс, если хотите, объясняет, как действия будут развиваться из одного сцены в другую. И вот так через картинки сами специалисты другу объясняют, что же будет за кино. И вот ты начинаешь рисовать картинки, и понимаешь, не работает. Ты придумал классного персонажа? Вот там у нас персонажи из фильма Дежкина, например, Чаполина. Оттуда персонажи. Это такие очень гротескные, очень сказочные персонажи. Ну и просто потому, что они фрукты. А у них пропорции тела очень гипертрофированные. Дежкин был любителем клоунада, любителем гротеска. Но в какой-то момент ты можешь зайти в гротески так далеко, что персонаж на отдельной иллюстрации будет смотреться красиво, ну, например, как книжная иллюстрация. Но его невозможно будет двигать. И вот художнику-постановщику приходится думать еще о том, как сделать персонажа функциональным, чтобы он не просто красиво в статике смотрелся, а чтобы он мог двигаться, да еще и по-разному. И стиль персонажа меняется, и прочее, прочее, прочее. То есть художник-постановщик должен помочь аниматорам сделать персонажа удобным. Вот у людей почему такие пропорции тела? Почему две руки, две ноги? Почему человек объемный? Потому что все это помогает нам двигаться в нашей физической реальности. Так вот, художники в мультфильме могут придумать физическую реальность, но они не могут ее игнорировать. Хоть какая-то, но она должна там быть. И вот это мастерство в нашей профессии. Принц-лимон со своей свитой проходит на улице. Меня толкнули. Я наступил к принцу прямо на ногу. А-а-а! Вот и все. Ай, какой ужас. Так ему и надо. Режиссер начинает рисовать раскадровку и вдруг выясняется, что то, что написано в сценарии, невозможно экранизировать так, как было написано. Приходится переписывать сценарий. Вот этот процесс придумывания фильмов он занимает месяцы. Один из классиков российской анимации 80-х, 90-х годов Александр Татарский говорил, что фильм «Как ребенок должен рождаться 9 месяцев». Это он про короткий метр говорил. Что такое эти 9 месяцев? На самом деле там есть какой-то кусочек времени, который уходит на конвейер, но основная часть этого времени уходит на то самое придумывание. Почему 21 век стал веком сериалов? Потому что чем удобен сериал? Вы вот это придумывание один раз осуществили, потратили эти 6, 9, 12 месяцев, чтобы все придумать. А потом из серии в серии вы эти придумки реализуете. У вас одни и те же персонажи, одно и то же место действия и так называемый движок сериала, то есть принцип, по которому сюжет строится. Повторяется из серии в серию. Вот в 20 веке так на союзном фильме не работали. Все фильмы были индивидуальными. И даже если фильм превращался в цикл, как «Простоквашина» или как «Ну погоди», который все-таки состоял уже из 13 серий в советское время, все равно каждый раз это был индивидуальный запуск и вот заново все эти 9 месяцев придумывания. И по ходу придумывания много чего менялось. Например, менялись образы персонажей и менялись самые истории. Откуда же пролись истории? Очень многие фильмы, студии, которые вошли вот в этот москульт, если хотите, стали самыми популярными фильмами, они основаны не на оригинальных идеях, что свойственно авторскому кино, а на каких-то литературных первоисточниках. Например, на детской литературе, вот мы понимаем Чаполино, это Италия, Джани Радари, а дальше у нас идет развеска эскизов режиссера Иванова Вано по сказке Ершова «Конек-Горбунок». А дальше у нас творчество Льва Атаманова, это с одной стороны «Аренький цветочек», то есть такая русская народная тематика, а с другой стороны «Снежная королева», вот вам европейская сказка. А чуть дальше вы увидите сестры Брунберг с кентервильским привидением, это Оскар Уайл, британская классика и так далее, и так далее. То есть на самом деле очень часто какие-то литературные источники или какие-то народные мифы, легенды, сказания становятся основой истории, потому что история вроде бы как уже проверенная временем, популярная, хорошая история работает. Но хороший режиссер, хороший сценарист всегда ее поменяет. Ну не в том смысле, что перепишет все с нуля, а в том смысле, что он из этой истории возьмет то, что лучше всего будет выявить на экране. И вот вы возьмете, например, того же самого Чебурашку, книжку и фильм. Вроде бы идея одна и та же. Но акценты расставлены по-разному. И вот уже Чебурашка превращается в такое высказывание на тему одиночества существа в большом городе, как он пытается найти себе друзей. Или, скажем, Карлсон. Карлсон в книге Астрид Лингрен и Карлсон на экране – это два разных Карлсона. А уж тем более Фрейкин Бок, который в нашем советском мультфильме списан с Фейной Раневской, а уж вряд ли с того образа, который был исходного Астрид Лингрен. Не говоришь о том, что есть такие примеры, как Винни-Пух. Есть Винни-Пух Милна, есть перевод Захадера, есть Винни-Пух Дисней, есть Винни-Пух Союзмульфильма. Совершенно разные персонажи. Вот получается, что режиссер решает задачу, как перейти от текста к изображению, через которое будет рассказана история. Но представьте себе, какие задачи стоят теперь перед художниками, которые должны разобраться, на что это изображение будет похоже, и как с этим изображением работать, ну, скажем так, технологично, какие приемы можно при этом использовать. Существует очень много вариантов. Вот, например, у меня за плечами вот такая прямо вот эссенция классики Союзмульфильма, вот его старшего поколения, фильма Льва Атаманова и фильма Иванова Ванова. Например, «Снежная королева». «Снежная королева», а рядом маленький цветочек. Это один и тот же режиссер. Да, ну, посмотрите, в одном случае художники, которые работают с ним, отталкиваются от эстетики русской народной сказки, в другом случае, наоборот, от эстетики такой Северной Европы. И та, и другая на самом деле сказочные. Да, это не реализм, это не живое кино, это все выдуманные города. Но мы же понимаем, что вот на уровне каких-то глубинных стереотипов «О, это русская народная, а вот это европейская». Ну, кстати, представьте себе, вот у нас «Аленький цветочек», а есть же, например, «Красавица и чудовище», европейская трактовка той же самой истории. И выглядит совершенно иначе, и по-другому история устроена. И аниматоры, они всегда ищут вот эту грань между реализмом, узнаваемостью и стереотипами из реальной жизни, и между тем самым гротеском, сказкой, рисунком, да, какой он есть, фантазией. Технология устроена ровно так же. Вот скажем, что в «Валеньком цветочке», что в «Снежной королеве», у вас много персонажей людей. Представляете, как это сложно в рисунке заставить шевелиться персонажа, похожего на человека, так, чтобы мы, мы же тоже все люди, мы прекрасно знаем, как люди двигаются, чтобы мы в это поверили. «Снежная королева, она заглянула в наше окно». Скорее закройте окно. Скорее закройте окно. Мострая бельдинка кальнула меня в глаз и вслёртся. Вот хорошо быть Борисом Дёшкиным и шевелить овощи в Чаполино. Кто его знает, как овощи должны двигаться? Как режиссёр придумает, как художники нарисуют, так и будут двигаться. Или там, не знаю, колобок какой-нибудь, как он покатится? Да как угодно. А вот как двигается человек, каждый из нас знает лучше любого художника. Поэтому как художники в принципе рисуют других людей? Используют натурщиков. Да, это же нормально, что любой художник-портретист использует натурщиков. Он же не из головы придумывает образ этих людей, но он его интерпретирует, он его делает художественным. Аниматоры пользуются похожими механизмами. Только аниматорам не нужно портретное сходство. Им нужно, чтобы движение было как у натурального человека, и вот есть такая технология, ротоскоп. Ее Макс Флейшер внедрил в Америке, соответственно, на своем фильме был специальный станок для ротоскопа, назывался Эклер. Ну, производитель был французский Эклер. И поэтому у нас это называется технологией Эклером зачастую. Что она из себя представляет? Вот режиссер на раскадровке нарисовал, что с персонажами должны происходить такие-то действия, такая-то композиция. Что делают в творческой группе? Берут натуральную камеру, выставляют ее на тот же ракурс, который нужен режиссерам, ставят живого актера и предлагают ему сыграть вместо анимационного персонажа нужную сцену. Снимают ее на кинопленку, а потом с помощью вот этого аппарата Эклер можно проецировать покадрово изображение актера уже на кальку. Это такая специальная бумага, на которой рисуются персонажи аниматором. И аниматор уже как бы обводит движение реального актера. Но он это не делает механически. Он занимается той самой интерпретацией, добавляет чуть-чуть гротеска и вот уже персонаж становится анимационным. И на самом деле многие аниматоры не любят эту технологию, потому что считают, что это такой компромисс. Где же работа самого аниматора, одушевителя, если актер уже все сыграл? Но вот возьмите «Аленький цветочек». Там же есть главная героиня, которая, собственно, сподвигает своего отца на поиски «Аленького цветочка» и потом попадает в гости к чудовищу. Но чудовище такого же чудовища не существует в природе, поэтому какой актер не сыграет чудовище, это не будет этот самый образ. То есть аниматор все равно должен, художник должен от себя добавить что-то к этому образу для того, чтобы мы прониклись таким же сочувствием к этому чудовищу, сначала ужасом, потом сочувствием, как главной героиней фильма. Ты встань, пробудись, мой сердечный друг. Никогда я тебя не покину. Настенька! Так что же это? Ой! Или «Золотая антилопа» тот же самый режиссер, такая же технология. Одно дело, если вам нужно сыграть злого Раджу. И вот вы приглашаете великого артиста и режиссера Рубана Симонова, он у вас играет Раджу. Стой! Погоди! Стой! Погоди! Еще! Дай еще! 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 Печалься! Почти! Довольно! Помогите! Никто же не узнает потом Рубена Симонова в этом образе, потому что он гротеск, он анимационный. А антилопу-то кто сыграет? Антилопы сделаны целиком руками. Да, это целиком работа аниматора. А теперь посмотрим дальше. Вот смотрите. Ну хорошо, «Снежная королева». А вот дальше мы еще дальше отодвигаемся от этой грани реализма, в сторону еще большей сказочности. Вот фильм «Человечка нарисовал я». Вроде бы такая реалистичная картинка, 20-й век, школьник, типичная советская квартира, но в ней существуют помимо вот этого реалистичного школьника абсолютно нарисованы такие почеркушечные персонажи, как детские рисунки. Ну, здравствуй, Федя Зайцев. Ой, вот я пришел. Кто ты такой? Я точка-точка запятая, я минус рожица кривая, я палка-палка огуречек, да, я тот самый человечек. Я никогда вот эту запятую в чужое дело Федя не совал. Но так нельзя. Я резко протестую. Я знаю, кто меня нарисовал. И это очень интересный прием, хороший прием. В игровом кино такой не сделаешь, в анимации, пожалуйста, сколько угодно. А еще дальше к интервильске привидения. Вот одно дело, что у вас действуют персонажи люди, семья, которая приехала в этот самый замок и пытается поселиться. Но у вас там есть персонаж привидения, а вот с ним как поступить совершенно другая степень условности. И можно же по-разному решить эту проблему, как показать привидения в мультфильме. Что делают художники? Они меняют стиль персонажа, стиль рисунка. Вот как раз на примере этого фильма хорошо видно, что такой классический стиль Диснея и классического союза мультфильма вот этого первого поколения мультипликаторов. Это персонаж, обведенный контуром, с очень узнаваемым силуэтом. Очень важен силуэт, потому что движение должно хорошо читаться. Персонаж, независимо от того, цветной он или черно-белый, должен читаться очень хорошо и отбиваться от фона. Что помогает тому, чтобы силуэт хорошо читался? Вокруг персонажа делается черный гладкий контур, внутри делается равномерная заливка. Это я перечислил еще несколько дополнительных операций, которые нужны для производства. И вот вы получаете некий стиль мультфильма. Что делать с привидением? И вот художники придумывают, а давайте привидение, у него контур будет не черный, а наоборот белый. И сразу будет понятно, что это вот какое-то существо из другого мира. И мы, зрители, почему-то включаемся в эту игру, и мы понимаем, а, ну конечно, если покрашено белым, значит привидение. Почему мы так решили? Что-то вот фантазия заработала. Я вынужден просить вас смазывать впредь ваши цепи. А? И хлязганье мешает нам спать. Я ставлю пузырек с машинным маслом здесь на столе и буду снабжать вас этим средством по мере надобности. А теперь представьте, как мучились цеха. Вот ты всю жизнь учишься рисовать черный контур туши. И тут приходит художник-постановщик и говорит, а мне вот теперь нужен другой контур. И целый цех ради одного 10-минутного 15-минутного фильма должен переучиться. А потом снова вернуться к классике. Вот есть варианты, как работать с рисованной анимацией. Хотите, все делайте руками. Хотите, делайте с использованием, скажем, ротоскопа. Но этим технологии на Союзмульфильме не ограничивались. И вот уже 60 практически лет существуют кукольные мультипликации на Союзмульфильме. И, конечно, говоря про нее, мы не можем сказать про чебурашку. А вот там чуть дальше висит эскиз к варежке. Представьте, фильм «Варежка» и фильмы про чебурашку сделал один тоже творческий тандем режиссер Роман Качанов и художник Леонид Шварцман. Как мы понимаем, практически чебурашка является символом Союзмульфильма. Но приходят не только разные технологии, приходят еще и новые истории. На студию приходит новое поколение кинематографистов. И вот теперь мы уже говорим про экранизацию книг Успенского или книги Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон» или творчество Федора Савельевича «Хитрука» это экранизация Винни-Пуха или история про Льва Бонифация. И даже когда кинематографисты возвращаются снова к русской народной тематике, это уже не экранизация классической сказки, а это такое постмодернистское произведение, например, «Вовка в тридевятом царстве». Вроде бы как русская народная сказка, только в нее попадает современный школьник. Сань! Сань, оттал! О, Господи! «Малыш и Карлсон» «Только и делаешь ты ничего не делай. Ты ведь только со скуки помрешь». И стиль уже другой, да, и больше какого-то разнообразия на студии, и постепенно на студии возникает такая доктрина, что все фильмы должны быть разными. Ну вот что такое нормальная, прагматичная студия? У нее всегда есть свой почерк. Вот ты смотришь фильм, и ты понимаешь, о, это сделано на такой-то студии. На «Союзмульфильме» никогда такого не было. Все авторы могли сами выбирать, в какой технологии они делают свое кино. Хочешь рисунок, хочешь кукла, а есть еще перекладка. Это такая плоская марионетка. Вроде бы кукла, только она выглядит, как нарисованное изображение. Каждый художник сам выбирает технологию, сам выбирает стиль, и, ну, в общем, в какой-то степени сам выбирает тематику, с которой он работает, защищает эту тему перед художественным советом студии, и после этого ему включают зеленый свет. Давай, делай. А вот технологию, любой инструмент, выбирай сам, какой хочешь. И посмотрите, насколько меняются сами истории. Это теперь истории не с какими-то такими классическими историями, персонажами и прочее. Это истории про современные взаимоотношения родителей и детей, скажем, что такое Карлсон. Это взаимоотношения этого маленького ребенка, третьего ребенка в семье, где кажется все благолепно, но малыш чувствует себя малышом, он чувствует себя одиноким, его не с кем дружить, не с кем себя соотнести. Какую-нибудь собаку купили бы, хоть погладить чужую собаку дали бы. И вот появляется Карлсон, мужчина в самом рассвете лет. Или Чебурашка, то же самое, да? Эта же история вообще-то не для детей. Это во взрослом возрасте мы понимаем, что такое, ты попадаешь в неизвестный город, и у тебя нет ни одного друга. И приходится устроить домик друзей Чебурашки. И вот что-то происходит. Сейчас Чебурашка скажет вам речь. Мы строили, строили, и наконец построили! Ура! А сейчас мы будем записывать всех, кому нужны друзья. Зачем записывать? Мы уже все подружились. Да-с, мы действительно подружились. На стройке. И хорошо ты еще, вот маленький Чебурашка, а ведь ты можешь быть 50-летним крокодилом, и все, что у тебя есть в жизни, это работа, куда ты хочешь работать, кем? Крокодилом. И вот если бы не Чебурашка, жизнь бы, Гена, наверное, была печальной. Такие темы совершенно не детские. А представьте себе Винни-Пуха, вот этого, Хитруковского Винни-Пуха. Мне кажется, что он очень сильно похож на самом деле на персонажа из совершенно взрослого фильма «Осенний марафон», где Евгений Леонов отыгрывает ровно такую же роль, и вот он становится Винни-Пухом. И Федор Хитрук говорит аниматорам, ну так рассказывают в «Легендах». Идите в звукостудию и смотрите, как Леонов озвучивает Винни-Пуха. Вот он должен вот так выглядеть, как Леонов его играет. Если б Мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали, как высоко строить дом. Ой! Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед понравится ему. Да! Вообще от актера в анимации, актера, который работает голосом, зависит столь же много, как и от художника-аниматора, который подарит персонажу движение. И вот, что такое «Чебурашка и крокодил Гена»? Это не только прекрасная работа Леони Тароновича Шварцмана как художника, но это еще голос Василия Ливанова и Клары Румяновой. И в анимации очень много работает актеров, которых мы знаем только по голосам. Мы зачастую не видим их никогда на экране, и современные актеры озвучания это вот такое же поколение людей. Лариса Брохман, Диамид Виноградов. Следите за этими фамилиями, вы знаете на слухах голоса, они звучат почти в каждом мультфильме, который вы смотрите, вот современном. Но вы не увидите их почти никогда в кадре. Это актеры, которые всегда работают только в озвучании. А вот представьте себе, Василий Ливанов, да, красавец, актер, который играет лирических персонажей в молодости. Внезапно вот у него случаются такие метаморфозы в голосе, и он становится идеальным актером для озвучивания мультфильмов. А потом он так увлекается этой темой, что даже режиссирует вторую часть бременских музыкантов, становится режиссером анимационного кино. Вообще, это редкость, чтобы человек пришел не из профессии художников, а из актерской профессии в анимацию, чтобы стать режиссером. Большой случай, очень большой. Евгений Леонов в роли Винни-Пуха. Ну, хорошо, Леонов на Винни-Пуха хотя бы похож, а представьте, Ливанов-то на мужчину в самом рассвете лет с пропеллером за спиной как-то похож не очень. Но магия голоса делает свое дело. И вот так каждый раз и вот так мы продолжаем создавать эту иллюзию вокруг наших персонажей и голос творит персонажа. Простите, у вас можно тут приземлиться? Чего? Ну что, что, посадку давай. Еще не вижу, а я забиваю. Садитесь, пожалуйста. Так, продолжаем разговор. Как тебя зовут? Меня. Ну не меня же, тебя. Малыш. Ох, малыш. Нет, надо вот так, вот как меня зовут. Харлсон, который живет на крыше. Оцените, какое разнообразие жанров возникает. Вот у меня за спиной одновременно очень серьезная драма, если хотите, ну, наверное, притча «Варежка». Вообще-то это очень серьезное по теме кино и начинаешь людей спрашивать, вы «Варежку» вот как дети воспринимают? И говорят, я очень расстраивался. Но это тоже важные эмоции, которые стоит испытать в детстве, чтобы вырасти человеком. А вот дальше идет про Стоквашино. Это, ну вот не знаю, ситком что ли по современным меркам. А чуть ниже «Тайна третьей планеты». Фантастика такая, да, классическая фантастика от Киры Балычева. А еще мюзиклы. Вот вам, пожалуйста, фильмы Инессы Ковалевской. «Бременские музыканты», «В порту», «Катерок», «Чучело-миучело». Все это совершенно разные жанры, которые есть и в игровом кино, например, в анимации они выглядят совершенно иначе. И внезапно, вместе с этим расцветом жанров, возникают еще персонажи-звезды. Вот у нас нету актеров-звезд почти, что никто не читает титры, никто не знает режиссеров-постановщиков, художников-постановщиков, даже актеров не запоминают. Но Чивурашку знают все, Дядя Федоров знают все, любят этих персонажей, как будто это живые люди. И вот эти персонажи начинают участвовать в разных историях. Это еще не сериалы, но это первый шаг к вот этой будущей индустрии сериалов, когда персонаж становится участником разных сюжетов. У Простоквашина таких сюжетов было три в советское время, у Чебурашки три, у, скажем, у Умки два. Это еще не сериалы, потому что каждый раз, каждая серия запускалась как собственный фильм. То есть снимался фильм, у него возникала история успеха. И авторы решали, хорошо, давайте сделаем продолжение. А потом они уставали и переходили делать какое-то другое кино. Ни у кого не было такой задачи специально создать вот эту систему звезд анимационных. Но, тем не менее, она получалась сама собой. И в этот же момент у многих авторов возникает свой собственный почерк. И мы понимаем, что, скажем, вот Федор Савельевич Хитрук это человек, который нарочно каждый свой фильм делал в разном стиле. Он всегда работал с одними и теми же художниками, Алимом и Зуйковым. Каждый раз художники искали новые приемы. Если поковыряться в деталях, вы увидите, что у каждого из них есть свой почерк, чтобы на него специально маскировали. И Леонид Ароныч Шварцман с одной стороны сделал персонажей таких кукольных, как Варежка и Чебурашка, а с другой стороны у него есть рисованные персонажи, такие как Котенок Гав. И вот узнаете одного и того же художника за этими фильмами. Тяжело. А вот творчество Ковалевской это всегда мюзиклы. Один человек породил вот эту гигантскую культуру. И давайте поговорим о том, что звук в анимации это не только актеры, а звучание. Но это еще гигантский пласт музыки и песен. Вот эти детские песни, которые популярны до сих пор среди взрослых, по крайней мере. Мы раз! Бобо! Ой-ой! И раз бойники! Раз бойники! Пип-пап! И мы покойники! 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 Пип-пап! И мы покойники! 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 Давайте пофамильно пройдем. Простоквашина, Евгений Крылатов, Тайна третьей планеты, Александр Зацепин, Гладков, Шаинский, чуть дальше Дунаевский, Губайдулина, вообще серьезнейший симфонический композитор. Это люди, которые писали музыку для мультфильмов. И какую музыку, и какие песни. А почему? Потому что вот в моем детстве еще видеокассет не было, а в вашем уже тоже нету. Не было носителей, не было домашнего видения, домашнего телевидения не было. Ты сходил в кинотеатр, посмотрел кино, ушел, все, кино нету. И вот кто-то из наших классиков сказал, что смысл песни в фильме всегда была такая. Песня должна запоминаться с первого раза, чтобы ты ее из кинотеатра с собой домой унес в памяти. И эти песни продолжают быть безумно популярными. И вот мы видим, что, например, фильмы Ковалевской цены не истории. Попробуйте перестать сказать историю фильма в порту. Мы пришли сегодня в порт. Вот и вся история, казалось бы. Но какое классное кино, потому что сочетание музыки и вот этого графического очень сильного решения классной анимации издает магию кино. День и ночь грохочет порт, день и ночь грохочет порт, день и ночь грохочет порт. Мы стоим разлинув рот, мы стоим разлинув рот, мы стоим разлинув рот. Кто в порту ни разу не был, кто в порту ни разу не был, не видал судов морских. Высотой почти до неба, высотой почти до неба и канатов смолены. Для того история про порт и акваторию будет безусловно интересно. давайте скажем два слова о том как могли бы появиться сериалы в творчестве союз мультфильма хотя вот сериального подхода тогда еще не существовало почему не было сериалов потому что мультфильмы смотрели в кинотеатрах и ты же не можешь каждый вечер ходить в кинотеатр за новой серии мультфильма то есть не то что даже студии не могла столько произвести зрители не могли столько посмотреть вот потом разовьется телевидение появится творческое объединение экран появится вот этот подход к сериалам а вот современная анимация во всем мире и в россии конечно это сериальные истории в первую очередь но первопроходцы были смотрите как все по-разному устроено вот возьмите простоквашина серийная книга успенского очень много историй гораздо больше чем было экранизировано и персонажи очень удобные да что это семья классическая семья 70-х годов очень актуальное кино семья с одним ребенком песня такая тоже была у меня братишки нет у меня сестренки нет очень актуальная тема и вот одинокий в этом смысле ребенок один ребенок в семье дяди федор вроде бы его все любят один единственный сын зовут дядю федор считают взрослым но как только дядя федор хочет что-то сделать вопреки интересам родителей ему тут же говорят нет то есть его снова тут же делать ребенку хочу завести котика нет почему ну нет потому что мы взрослая это ребенок дядя федор расстраивается сбегает в то самый простоквашина и вот теперь у него с мундру как два ребенка кот и собака и нужно как с ними управляться и вот что из этого получится отличный движок для сериала поэтому истории было несколько что это мы все без молока и без молока так и умереть можно надо бы коровку пить надо бы где денег взять а может занять у соседей а чем отдавать будем отдавать да да а отдавать будем молоком если молоко отдавать зачем тогда корова значит надо что-нибудь продать а что а что-нибудь ненужное чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что нибудь ненужное у нас денег нет а давай шарик мы тебя продадим это как так меня никого мы продавать не будем мы пойдем клад искать ура что такое склад но смотрите при этом истории вроде бы построены все по этому принципу но при этом сам дядя федор каждый раз разный он по-разному выглядит в кадре вот смотрите вот кадр из самой первой серии трое из простоквашина вот дядя федора идет бутерброд ест неправильно вот это один дядя федор а вот здесь дядя федор из серии зима простоквашина это другой дядя федор а вот между ними висит раскадровка и видно что в раскадровке он был еще более другой в господи в каждой серии дядя федор был разный то есть художники каждый раз начинали как бы придумать персонажа заново и он каждый раз вроде бы хороший но каждый раз художником хочется его переделать вот сериалах так не бывает в этом смысле ближе всего к понятию сериалов наверно ну погоди там было много серий хотя они не делались подряд они делать с большими перерывами то есть каждый раз решение запустить новые ну погоди явно принималась заново но персонажи всегда одинаковые всегда одинаковый подход к истории и к тракону к трактовке этих персонажей всегда один и тот же стиль святозара русакова художника постановщика и этот стиль настолько крепкий что даже шрифт ну погоди прославился вот так называют русаковский шрифт вот этот шрифт которым написано слово ну погоди как раз там и союзмульфильм написано этим шрифтом этот шрифт настолько популярный что все детские магазины у которых нет своего собственного названия пишут этим шрифтом в нашей стране так вот ну погоди по всем признакам является как раз сериалом и более того это такая ну когда эссенция того что такое анимационное искусство то есть это немая комедия анимация наверное единственный вид кино который сохранил в себе признаки великого немого представьте себе современное игровое кино или современный сериал где никто не будет разговаривать и будут общаться жестами ну странно как-то будет да что-то в этом есть такое некоммерческое не массовое а для мультфильма с нормой а Ну, погоди! 60-е и 70-е годы – это не только детское кино на новые темы, с современными историями и по произведениям современных авторов. Это еще и эпоха экспериментов. И вот те люди, которые снимают это новое детское кино, они же снимают фильмы, которые попадают в новую для студии рубрику «Мультфильмы для взрослых». Вообще для «Союза мультфильма» работа с детским кино – это было некой миссией, доктриной. Когда в 1936 году студию учредили, то в постановлении правительства прямо было написано, что задача – поднять детский кинематограф. Для этого функция снимать мультфильмы передается в руки той студии, которая позже станет всем известной как «Союзмульфильм». Но вот времена меняются, художники хотят делать что-то новое, и появляется вот эта рубрика «Мультфильмы для взрослых». Это не значит, что там содержалось что-то такое, что детям нельзя показывать, просто это были фильмы-эксперименты с очень отличной от классического мультфильма техникой исполнения, стилем. Зачастую в каких-то жанрах недетских, например, жанр сатиры. И вот появляются фильмы для взрослых, того же самого Федора Савельевича Хитрука, «История одного преступления», «Фильм, фильм, фильм» – это вообще гимн всей нашей профессии. И появляются авторы, которые фокусируются именно на таком кино, не очень детском, эклектичном, сложном. Вот, например, Андрей Юрьевич Хржановский. Сейчас Андрей Юрьевич возглавляет школу-студию «Шар». Это тоже такая кузница кадров именно для авторского кино. И сам он всегда снимал кино, которое даже худсовет «Союзмульфильма» ставило в тупик, потому что не имело ничего общего с представлением о классическом анимационном кинематографе, уж точно не для детей. «Союзмульфильма» Видите, вот здесь очень такой оформительский стиль, такая аппликация из разных объектов в разном стиле. И тут внезапно уравновешивается Анатолием Петровым, который рисует гиперреалистичные изображения. И при этом зачем он его использует? Он экранизирует мифы Древней Греции. То есть он берет что-то такое, да, из прежних эпох, что-то, ну, скажем так, не очень реалистичное по сюжету, но создает реализм за счет стиля изображения. семейство отvable». «Это ты хотя бы взгляни на нее. Какая женщина перед тобой!» «Адмет! Адмет! 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 Гляди! Это же твоя Оркестра! Живая! О, бог! Гляди, гляди, Адмет! Истартар огруб. Слава се! О, Бокки! Живая! Живая! О, Бокки! Живая! 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 А почему она молчит? Не тень ли это? Три дня и три ночи она не скажет ни слова. Искупительные жертвы пусть принесет богам. Геракл, ты спас ее! А потом эксперимент начинает уходить и в детские фильмы. И вот посмотрите, Голубой щенок, опять же, мюзикл для детей. Хорошая, простая, детская история приключенческая, пираты, приключения. Но это удивительный стиль, который больше нигде ни в одном фильме не повторится. Вот он, он хотел вас ограбить, отнять добычу. Их не летят, а их не летят! И яска, яска! Эй, голубчик! Держи своего спасителя! Вы хотели меня спасти? Хотел. Ну, зачем? Кому я нужен такой голубой? Я был бы счастлив иметь такого друга. Вы не шутите? Это правда? Клянусь попутным ветром! Я всегда говорю только правду! Вы такой добрый! Или музыкальная шкатулка. Вот явно режиссер Угаров посмотрел желтую подводную лодку и сделал этот фильм. Или мой любимый фильм детства «Контакт». Там звучит музыка Нины Ротта из «Крестного отца». Там главный персонаж похож на Джона Леннона, который встречается с инопланетянином, который похож на улитку и переливается всеми цветами. Очень странное кино, у которого нет никаких продолжений, никаких последователей с оригинальной историей. Это уже не экранизация ничего, но это какие-то вспышки идей, вспышки вдохновения, которые художники, делая такое стилизованное кино, черпают из реальности. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Фильм «Контакт» — это представление режиссера Тарасова о реальности, о том, каким он хочет видеть человека современности, человек, который открыт окружающему миру, открыт всей мировой культуре, и вся эта культура концентрируется в маленьком 10-минутном фильме. Вот это становится мультфильмами то ли для взрослых, то ли для детей, но это точно становится новым движением в мультипликации, которое уже потом, в 90-е, в 2000-е годы, выродится в гигантский труд, гигантский результат работы десятков студий в нашей стране, которые занимаются именно фестивальной авторской анимацией, получают призы по всему миру и которые занимаются творческим экспериментом. Мы с вами видим на выставке несколько эпох. Это еще не вся история отечественной мультипликации, она продолжается, но, несомненно, все то, что происходит в российской анимации сегодня, это все то, что корнями уходит в эти предыдущие эпохи, в эпоху в том числе советских мультфильмов, потому что все люди, которые работают сейчас в индустрии, так или иначе, выросли на этих мультфильмах, и где-то мы видим, что это превращается в продолжение фильмов, которые делались в нашем советском детстве, потому что это наш способ поговорить с этими персонажами о чем-то, сделать их снова актуальными для современных детей. Где-то это совершенно новые темы, но в любом случае мы каждый раз обращаемся к опыту наших классиков. В конце концов, мы все пришли в эту профессию, потому что когда-то мы смотрели фильмы Андреевича Хржановского, Юрия Борисовича Норштейна, Федора Савельевича Хитрука, Льва Атаманова, Иванова Уфаной и так далее. Кому что нравилось. Каждый любит свои фильмы из прошлого, но это те фильмы, которые привели нас в профессию, и мы надеемся, что, может быть, когда-нибудь то, что сделаем мы, тоже станет частью какой-нибудь музейной экспозиции. В любом случае, знайте, что независимо от того, как меняются эпохи, как меняются тематики, как меняются технологии, мы всегда делаем кино для того зрителя, который возникает здесь сейчас. Мы всегда делаем детские мультфильмы для современных детей и взрослые мультфильмы для современных взрослых, и мы также вкладываем в них душу, потому что анимация остается анимацией, искусством, одушевлением. Продолжение следует... Продолжение следует...